Ну а теперь на прямой связи с нами из Москвы человек, которого одни считают финансовым гением, другие гениальным аферистом, основатель МММ Сергей Мавроди. Сергей Пантелеевич, добрый вечер. Спасибо за согласие принять участие в нашей программе. Вот тут прозвучало мнение только что, что в Киеве люди с юридическим образованием считают тех, кто несет вам деньги сумасшедшими. А как вы сами объясняете феномен, что вам опять доверяют люди свои деньги? Ну как? Люди просто не слепые на самом-то деле. Они видели прекрасно, что было в 1994 году, как государство искусственно развалило МММ, как вывезли на 17 КамАЗах все деньги из главного офиса, а потом обвинили во всем меня. То есть, несмотря на всю эту работу СМИ, которую я проводила, люди, в общем-то, вероятно, отличают правду от лжи все-таки. Они видят, что за мной стоят конкретные дела. Вот главная причина, почему мне доверяют. Если в двух словах. А теперь уже на протяжении 9 месяцев, поскольку всем все платится. И будет платиться? Обещаний нет, но пока платится. Пока ситуация абсолютно идеальна. Все только ускоряется. С каждым днем все быстрее и быстрее. А зачем же вы тогда на вашем сайте пишете, что риски высоки и люди, которые к вам несут деньги, переводят вам деньги, могут их все потерять? Ну, потому что это правда, я про это и пишу, что я врать должен. Я вообще стараюсь не врать. Врать вообще нехорошо. Я как считаю, так и пишу, что риски высоки, что можно все потерять. А как вы считаете, люди в 90-е годы были более доверчивы или сейчас? Ну, что значит доверчивы? Вы вообще-то все преподносите так, что это какая-то афера, а я там такое-то все искусное манипулирую сознанием. Нет, Господь с вами, я просто задаю вам вопрос. Вот тогда у вас было 15 миллионов клащиков, а сейчас, по вашим данным, полтора. Все еще впереди? Ну, уже два практически. Конечно. К концу года будут десятки миллионов, я уверен. Десятки миллионов? Ну, мои прогнозы такие к концу года. То, что все развивается в геометрической прогрессе. Кстати, в Украине всего 47 миллионов человек. Ну, я же ни в одной Украине работаю. Ну, вот, знаете, один из крупнейших украинских банков уже пообещал блокировать онлайновые платежи МММ-2011 и призвал другие украинские банки последовать их примеру. Как-то вот плохо для вас получается. Вы знаете, этот украинский банк крупнейший сегодня же включил уже заднюю, так сказать, передачу и заявил, что он все вернет немедленно вообще, в ближайшее время. Что пишите нам, у нас там горячие линии, мы все хотим вернуть как можно быстрее. Что мы были неправы и так далее. А вы готовы к неприятностям, к правоохранительными органами? Ну, я полагаю, что Украина, правовое государство, и коль скоро я не нарушаю закон, то какие у меня могут быть неприятностей с правоохранительными органами. Если я нарушаю закон, то пусть со мной поступают по закону. Но вы же действуете не только на территории Украины, вы же действуете, скажем, на территории Российской Федерации. Я не нарушаю ни украинских, ни российских законов. Если бы это было иначе, я бы с вами тут интервью не давал. Это, по-моему, вполне понятно вообще. Если я нарушаю какой-то закон, пусть со мной действуют по закону. Моя позиция проста. Если я не нарушаю закон, то пусть мне не мешают. Понятно. А вам мешают? Как видите, видите, блокируют платежи, там какие-то постоянные там с рекламой проблемы. Пытаются мешать, так скажем. Скажите, пожалуйста, вот вы математик по образованию. Правда ли, что у вас страсть к деньгам не столько потребительская, говорят, что даже в лучшие годы МММ вы очень скромно в быту жили, сколько математическая? Вот любите, когда цифры движутся туда-сюда? Я не знаю, кто это придумал вообще. И как это вообще могли, вот с чего это мнение могло возникнуть. Я такого никому не говорил. Это очередной миф какой-то, который при меня ходит. Я к деньгам отношусь абсолютно равнодушно. То есть у меня очень скромные потребности. Минимальные потребности. Так в чем же ваша главная побудительная причина вашей деятельности, если деньги вас мало интересуют? Помочь людям. Я вообще считаю, что раз я могу помочь людям, я должен это делать. Никаких причин нет. Меня удивляет больше всего, что это совершенно естественный мотив. Вызывает у всех такое прямо изумление, что все уверены, что кроме как срубить бабло, никаких других мотивов быть не может в принципе. Но вы считаете себя бизнесменом? Или вы вот такой вот, я не знаю, в некотором смысле благотворитель, что ли? Такой финансовый меценат? Бизнеса как такового нет. То есть я не извлекаю никакой прибыли, если называть вещи своими именами и, так сказать, придерживаться терминологии. Касательно меценатства, зайдите на сайт и почитайте письма о выигрышах. Там тысячи людей пишут там со слезами на глазах вообще. Это все правда. Я вот, я просто удивляюсь происходящему. Я помогаю реальным людям. Это не вызывает ни малейших сомнений. Сам я с этого ничего не имею. И вместо каких-то там, я не знаю, поощрений, об этом я еще не говорю, меня все пытаются запретить там чего-то, ограничить. Вот я не понимаю происходящего. Пусть мне кто-нибудь объяснит. А вы как-то сами это объясняете себе? Трудно сказать, вы знаете. Мне кажется, что власти видят, что я для них угроза. Что вот для всего этого варья вообще, который у власти, у нас, у вас я не знаю там кто. Я МММ представляю эту угрозу. И, вероятно, вот из-за этого все проблемы. Ну что ж, Сергей Петельевич, спасибо вам за ваши ответы, за участие в нашей программе. Я напомню, на связи с нами из Москвы был основатель МММ и человек, который руководит сейчас новым проектом МММ-2011, Сергей Мавроди. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...